МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Годами страдает от изнуряющих болей. На эти вопросы сегодня ответят гости нашей программы. В нашей студии Дмитрий Неронов, врач-анестезиолог-реаниматолог, специалист по интервенционной медицине боли, а также Станислав Прошутинский, спинальный хирург. Оба доктора – кандидаты медицинских наук. Добрый вечер, рады видеть вас у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Я нашим зрителям напоминаю, что работаем мы в прямом эфире, и вы можете адресовать свой вопрос гостям программы по телефону 32-62-33. Мы начинаем нашу беседу и ждем ваших вопросов. Я предлагаю сначала нашим гостям немножко представиться, рассказать о себе, почему именно такое в медицине направление выбрано в качестве рода деятельности. Дмитрий Владимирович, давайте с вас начнем. Спасибо за вопрос. По роду своей деятельности я врач-анестезиолог-кранематолог, долгое время занимаюсь именно медициной критических состояний. Я столкнулся с такой проблемой клинической, когда пациент, страдающий от боли, не может получить адекватную помощь, облегчить ему страдания, несмотря на то, что обладаем мы большими знаниями о боли. Мы не можем убрать болевой синдром, обеспечив ему хорошее качество жизни. Это случилось где-то лет 10 назад. И тогда, уже тогда я начал искать выход из этой проблемы, стал знакомиться с теми возможностями современной медицины, которые существуют не только у нас в стране, но и во всем мире. И наткнулся на целое направление, на целый пласт медицины, который называется pain management, управление болью, который включал не только методы консервативной медикаментозной терапии боли, которые распространены, наиболее распространены в нашей стране, но и методы малотравматичные, малоинвазивные, методики купирования болевых синдромов. Это было очень близко мне, как анестезиологу-анематологу. Вы, наверное, знаете, что анестезиолог, его специальность предназначена для борьбы с болью, обезболивания. Мы занимаемся обезболиванием. Это уже такое устаревшее понятие. Современный анестезиолог, конечно, уже занимается управлением жизненно важных функций при критических состояниях, но, тем не менее, та задача, которая у нас стоит, обезболивание, она тоже нам близка, и мы ей занимаемся, изучаем, и владеем большим количеством интервенционных методик в том числе. И поэтому эта тема стала очень близко мне. Я нашел очень много возможностей для пациентов, которые мы можем здесь внедрить в нашей стране. И уже вот на протяжении 10 лет постепенно осваивая эту специальность, у нас в стране зарубежные стажировки пройдены. Мы считаем, что уже очень много мы достигли именно в этой новой специальности, как управление болью. Мы более подробно, конечно, поговорим сегодня в эфире именно о клинике боли, расскажем, кто такие алгологи. Я думаю, мало кто из наших зрителей знает об этом. Станислав Дмитриевич, расскажите, почему Вы выбрали такое направление спинальной хирургии? Это же достаточно тонкая материя. Безусловно. Я выбрал специализацию нейрохирургии как наиболее сложную специализацию вообще в медицине. И так получилось, что мой альмаматор, который после вуза, это Институт нейрохирургии Мебурденко, я попал, можно так сказать, в ученики профессора Шевелева, это мой учитель. И наше отделение, где я трудился, оно занималось хирургией позвоночника. А мне это абсолютно не секрет, что основная масса проблем хирургии позвоночника, это будь то остеохондроз, остеопороз, ну и так далее. То есть практически все проблемы дегенеративного заболевания, они связаны непосредственно с болью. Поэтому тут мне не приходилось выбирать врага. То есть я занимался сразу изначально тем, что мы лечили людей хирургическими методами и помогали им. Но в том числе и изучали методики малоинвазивной хирургии. Нашим зрителям хочется рассказать о том, что оба доктора работают в стационаре медэксперта. Я так понимаю, что это полноценная больница по сути. Какие преимущества стационара? Ну, стационар медэксперт, он полностью функционирует, открыт и ждет пациентов, которым вы могли помочь. Но чем он уникален? В этом здании, в этом учреждении собраны, во-первых, коллектив уникальных специалистов, не только те, кто занимается алгологией, но и многими другими специальностями, огромный диагностический комплекс и современные операционные, и другие, в общем, технические, другое техническое оснащение, которое может помогать на самом современном уровне. Вот, наверное, может быть, буду прав и скажу, что, наверное, такого стационара во Владимирской области на настоящий момент нет. То есть там инновационное оборудование, все по последнему слову, техники? Да, профессиональная команда, это профессиональное оборудование самое современное, вот, и эта команда способна решать очень широкий круг вопросов медицинских. Давайте перейдем к конкретике. Нейрохирургия, с какими патологиями работает нейрохирург? Кто обращается к вам за помощью? Да, нейрохирургия, она подразумевает вообще лечение пациентов с заболеванием нервной системы, такие как опухоли, там какие-то врожденные патологии, в том числе черепно-мозговая травма, патологии позвоночника и спинного мозга, периферических нервов и так далее. Есть понятие, как функциональная нейрохирургия, очень тоже сложный и тонкий раздел. В общем, она такая большая специализация, но в нем есть отведен раздел именно хирургии позвоночника и спинного мозга, и периферических нервов. И вот в этой, скажем, еще более тонкой специализации вращаясь я и зона моего профессионального интереса связана именно с этим, с проблемой спинальных. У нас есть первый вопрос от зрителей, я предлагаю выслушать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать такой вопрос. Доктор-анестезиолог. Мне интересно, какой он вуз заканчивал, в каком году? Почему? Потому что вроде свою жизнь доверять хочется человеку, который, ну, все-таки опытный. Спасибо за ответ. Спасибо. Но справедливый, я думаю, вопрос. Ну да, я думаю, понимаю, что это вопрос ко мне. Я закончила Ярославскую государственную медицинскую академию в 97-м году. Уже более 20 лет я занимаюсь именно медициной критических состояний. От скорой помощи до анестезиологии и реаниматологии. Являюсь организатором здравоохранения, заведующим отделения. Закончил аспирантуру, защитился в научно-исследовательском центре Пирогова в Москве. Являюсь также не просто практикующим врачом, но и врачом, и следователем. Достойный послужной список. Специалист-нейрохирург имеет дело с повреждениями, болезнями черепа и головного мозга. Может быть, припомните какие-то сложные операции, когда удалось помочь пациенту? Ну, именно нейрохирургия, микрохирургия, наверное, для меня, как для спинального хирурга, это, конечно, высший, как говорится, пилотаж. Это хирургия на самом спинном мозге и хирургия интермедулярных образований. То есть опухоли, это патологии, которые находятся внутри самого спинного мозга. И надо оперировать так тонко, чтобы не нарушить его функции, чтобы человек мог после операции еще не только выздороветь, но прежде всего еще и ходить и передвигаться, потому что это очень ранимая и такая часть нервной системы. Ну, то есть, как часто обращаются пациенты именно вот с такими патологиями, когда нужна прям кропотливая тонкая работа? Наверное, к счастью, нельзя сказать, можно сказать так, что заболевание именно онкологически спинного мозга, они намного реже встречаются, чем, допустим, патология при остеохондрозе. Поэтому, ну, на самом деле, это редко можно встретить такую патологию. Именно опухоль, он, в том числе, с онкологического свойства. Ну, остеохондроз, наверное, самое распространенное заболевание. А насколько, каждый второй, каждый третий, вот какова вообще статистика? Ну, по данным ВОЗ считается, что хотя бы раз в жизни один человек испытывал боль, ну, вне зависимости от возраста, именно боль в спине. Вот. По данным, допустим, статистики нашей в здравоохранении России, где-то порядка 70% временной нетрудоспособности, по времени, которая связана с болевым синдромом, 70-80% приходится на именно патологию, связанную с поражением позвоночника. Вот. То есть, остеохондроза. Если говорить о причинах таких явлений, таких патологий, вообще откуда это берется? Это малоподвижный образ жизни или же, наоборот, чрезмерные нагрузки на позвоночник? Это комплекс. Это наше, ну, изначально, скажем так, дегенеративное, то есть, это нарушение питания, трофики именно межпозвонковых дисков и структур позвоночника. Вот. За то, что мы имеем возможность прямо ходить эволюционно. Вот. Ну, и, соответственно, да, это бич современного мира гиподинамия. Вот. И неправильный образ жизни. Вот. Вредные привычки. И в том числе тоже. То есть, это такой вот комплекс, который способствует развитию и усугублению симптомов данного заболевания. А какова симптоматика? Ну, допустим, человек, да, прислушался к своему организму, чувствует что-то не так. Он может сам понять, к какому специалисту обратиться или все-таки сначала к терапевту? Ну, привычки. Ну, наша амбулаторная практика, она подразумевает безусловно сначала терапевта, потом неврологу, все. Но есть более прозорливые пациенты, которые сразу обращаются к неврологу и хотят понимать, что с ними происходит. Сразу, минуя какие-то рутинные исследования типа рентгена, сразу обращаются к современным методикам исследований. Это как МРТ или МСКТ обследуются и быстрее получают ответ на свои вопросы. Вот. Ну, а симптомы, которые... Ну, прежде всего, боль. Если это касаемо, там, распространенных патологий, как в основном, это грыжа диска, да, и фасеточный синдром, то это либо боль в спине, в шее, в грудном отделе. И такой термин есть, как и радиация. То есть, когда отдает в какую-то часть, в бедро, если это касаемо поясницы, или в руки, в плечи, так и так далее. Это если касается остеохондроза шейного отдела позвоночника, боль в груди имеет место быть. Часто, особенно у людей, которые малоподвижны и занимаются офисной работой, сидячей. Но про грыжи здесь можно практически не говорить, потому что из всех, ну, в общем, по статистике, из всех случаев грыж диска, грыжи грудного отдела занимает всего где-то порядка 1-2 процента. Но при этом хирургия грудного отдела это очень-очень сложный процесс. Мало кто это выполняет, это делается с помощью там эндоскопических техник и так далее. То есть, это отдельный вопрос и очень сложный. А по симптомам это боль в спине, в шее, по груди и, возможно, в какой-то конечности. Вот диагностику полноценно можно пройти в медэксперте? То есть, от и до, скажем так, полный комплекс и диагностику, и лечение все можно в одном месте сделать? Конечно, конечно, можно. А вы помогаете пациентам при остеохондрозе? Как алголог? Да, как алголог. Да, безусловно, мы тоже занимаемся. То есть, врач-алголог, врач противоболевой терапии, он занимается всем спектром болевых синдромов. Не только вот изолирована, например, боли в спине и так далее. То есть, это боль головная боль, это боли в шее, боли в позвоночник, грудной, поясничный отдел, крупные суставы. То есть, для нас, в общем-то, и распространенная боль, и раковая боль, это тоже все, в общем-то, наша специализация. Мы обладаем достаточно большим на данный момент арсеналом вообще воздействия на боль, лечение именно боли для улучшения качества жизни пациентов. И в каждом индивидуальном случае подбираем свои методики, собственно говоря. Ведь кому-то достаточно просто коррекцию медикаментозной терапии провести, кому-то нужны провести малоинвазивные интервенции, а кому-то просто нужно обеспечить хорошую реабилитацию, научить делать правильную гимнастику утреннюю. Понимаете, то есть, вот тут достаточно, надо индивидуально, мы не лечим болезнь, мы обязательно общаемся с пациентом, его потребности изучаем, да, что он вообще хочет от своей жизни получить, да, какое качество жизни. Знаете, как анекдот, там, доктор, когда боепациент спрашивает, доктор ложится на операцию аппендектомии и спрашивает, да, доктор, а я буду играть на скрипке? Он говорит, ну, наверное, будете, да, играть. Он говорит, как пациент, какая интересная операция, я раньше никогда не играл на скрипке. Вот, поэтому мы обязательно спрашиваем, что же хочет пациент для себя, прежде всего, да, то есть вот это. И в зависимости от этого выстраиваем лечебную программу. А если говорить о безоперационном лечении межпозвонковых дисков, насколько я понимаю, раньше были возможны только операции, а сейчас есть какая-то альтернатива? Обозначим так, что каждому вмешательству должны быть определены показания. И если когда-то, ну, или кому-то сделали операцию, значит, так должно было быть и нужно было, ну, прежде всего так. А безоперационное лечение, опять же, касаемо клиники медэксперта, но у нас оно имеется и существует. Причем два метода. У нас стоит новый аппарат радиочастотной денервации, генератор ВСВЧА. Он, в том числе, электроды, которые используются, они могут быть использованы для лечения и воздействия на межпозвонковый диск. И в том числе, это тоже современный новый аппарат. И еще одна методика – это холодноплазменный ноуклеопластик. Пожалуй, это самый передовой и используемый метод. Естественно, речь идет не только о нашей стране, а вообще в Европе и на других континентах. То есть, это очень популярно и эффективно. То есть, это операция, которая проводится под местной анестезией, под контролем анестезиолога опытного, то есть, ну, сопровождение, но без разреза, без наркоза. То есть, это процедуры, которые длятся порой несколько минут. И иногда кажется, как же так? То есть, для пациента даже, который побывал на таких процедурах, что со мной сделали? То есть, так быстро, даже иногда может закраться какое-то там сомнение, что это все реально. Но это реалии современной медицины, и человеку становится действительно хорошо. Но еще раз повторюсь, мы всегда сначала определяем показания, и только потом делаем, проводим какие-то процедуры и даем рекомендации. У нас есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте выслушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, у меня вопрос. Могут ли из-за проблем в поясничном отделе аниметь ноги? Спасибо. Ну, да, безусловно, могут. Да, есть такая патология, которая называется стенозирование, или, по-моему, простым языком сказать, сужение спинномозгового канала, связанное там, в общем, с разрастанием соединительной ткани. И возникает компрессия нервов, которые расположены в канале спинномозговом. И из-за этой компрессии функция нервов нарушается. Особенно это проявляется, так называемая, перемежающая хроматой, когда человек не может пройти, буквально там даже 50-100 метров настает чувство стягивания, а не менее в ногах. Человеку хочется присесть, наклониться, чтобы освободить корешки свои там внутри в позвоночнике, и чтобы они снова стали, ну, то есть микроциркуляция у них восстановилась. Да, и такая причина может. Если вы хотите получить более подробную консультацию, приходите к нам и телефоны... Телефоны вы увидите на экране, мы сейчас титром их дадим. Можете переписать и записаться на прием, получить консультацию и, естественно, грамотное лечение. Спасибо за вопрос. О малоинвазивных операциях у нас зашла речь. Почему они, во-первых, эффективны, а во-вторых, хороши? И насколько понимаю, восстановительный период там минимален, да, и они фактически нетравматичны. Ну, тем и хороши, что у них название такое малоинвазивное, то есть минимальное повреждение ткани и максимальный эффект обезболивающий, ну, там, ну, как результат, то есть, да, избавление от боли. Вот. Поэтому эффективны они, но это доказано, не тысячи, не десятками, а несколько сотен тысяч процедур. Вот. И прежде чем это использовать, ну, то есть масса исследований проводилась. Вот доктор добавит тоже про малоинвазивную хирургию. Да, безусловно. Традиционный подход к лечению боли, он такой ступенчатый, да, когда сначала идут медикаменты простые, допустим, обезболивающие, типа анальгина, там, ибупрофена. Дальнейшая ступенька следующая, это слабые наркотические препараты, типа травмала, еще одна ступенька выше, тоже сильные опиоиды. Эти две ступеньки нам чаще всего недоступны. И раньше, раньше, для того, чтобы купировать болевой синдром, в том числе, например, в поясничном отделе, позвоночника, при грыжах, проводили операцию. Сейчас уже более 20 лет активно развивается именно интервенционная медицина боли. Это вот именно малоинвазивные методики, которые позволяют достаточно быстро обеспечить восстановление пациента, купировать генератор боли, да, вот этот очаг боли, вот, и обеспечить качество жизни пациенту. То есть это очень важно, почему? Потому что ритм жизни у нас изменился, да, мы хотим быстро вообще восстанавливаться, поправляться, мы хотим вообще больше всего успевать. И потребность общества, прежде всего, появление вот такого, целого, огромного раздела интервенционная медицина боли. А перестроиться не надо людям? Все уже нормально реагируют на подобные нововведения? Мы же привыкли, ну, терпим и терпим, ну, потерпим еще. Но это... Проблем в голове нет? Нет, в голове. Все-таки приходят пациенты, достаточно востребованное направление. Ну, вот, знаете, терпим, терпим, это, наверное, все это до поры. Ну, плюс, наверное, наша, ну, это, ментальность русская, то есть, гром не грянет, но, ну, да, терпите, да, и воздаться, нет. Ну, в любом случае, когда боль становится невыносимой и изменяет качество жизни, то, ну, в любом случае, начинает пациент искать выходы. Вот. И очень важно, когда есть такая возможность, когда пациент может попасть в правильные руки к знающим специалистам и умеющим. Вот. Это вопрос именно хронизации боли, да, когда долгое терпение болевого боли, да, приводит к возникновению нового патологического состояния. Об этом тоже нужно обязательно говорить, о том, что не нужно боль терпеть, нужно обязательно ее лечить. И не обязательно медикаментами, да, если вы подобрали для себя какой-то физический метод воздействия, там, тепло, холод и так далее, и это для вас работает, это здорово. Вот. Вопрос, если это не помогает, да, и боль с вами живет там длительное время, надо, конечно, уже идти к специалисту и разбираться в этой проблеме. Дмитрий Владимирович, расскажите более подробно о клинике боли, в чем ее уникальность, именно для Владимирской области. Я так понимаю, вы одни из немногих, кто этим занимается, чуть ли не первопроходцы. Да, безусловно, в стране вообще немного у нас клиник боли, клиник лечения боли. Ведущие, как бы, центры, это, несмотря на, Москва, Петербург, Архангельск, да, там, впервые зародились такие вот клиники боли. Это клиники боли, они уже мультидисциплинарные. То есть, где работает целая команда профессионалов, которые занимаются лечением хронического и острого болевого синдрома, применяя все возможные методы лечения для этого, все известные. Наша клиника, она основана, прежде всего, конечно, на интервенционных методах лечения боли. Но мы ее применяем, эти методы, обязательно в совокупности с другими методами. Это клиника полного цикла. То есть, мы занимаемся и диагностикой, и лечением, и реабилитацией. У нас есть возможность проводить консультации со всеми ведущими специалистами нашей области, да, смежниками. Я говорю, что это и травматологи, и онкологи, нейрохирурги, и неврологи, и так далее. То есть, это целая команда, именно командная работа, она и позволяет решить такие сложные вопросы, вот как хроническая боль. Ну и плюс, конечно, это профессиональное оборудование. То есть, на данный момент наша клиника имеет все необходимое оборудование по самым последним мировым стандартам. Да, вот как мы уже говорили, что у нас есть навигационные системы, это и нейростимуляторы, это и ультразвуковое оборудование, и это рентген-навигация, и аппаратура для радиочастотной абляции, и прекрасные операционные, где мы можем заниматься уже продвинутыми методами обезболивания, как имплантации различных порт-систем и так далее. То есть, это клиника самого последнего уровня. И наша миссия, собственно говоря, это создать вот такую современную клинику лечения боли, да, для улучшения качества жизни наших пациентов. Ну, наверное, главная цель – это все же эффективность, клиническая эффективность и благодарность пациентов. Ну, если говорить вот этот извечный вопрос, что такое боль – это симптом или диагноз, я так понимаю, что вы на него отвечаете, боль – это отдельное заболевание. Именно хроническая боль. Хроническая. А вот хроническая, в стадию хроническая, она через какое примерно промежуток времени перерастает? Ну, традиционно, вот по определению, да, хроническая боль считается боль, которая существует более трех месяцев. Вот. Но, тем не менее, уже современные исследования показали, что хронизация боли уже происходит через 4 недели. Если 4 недели с вами упорный болевой синдром живет, не важно, где это – голова, шея, там, ноги, там, не суть важно, то происходят уже не только функциональные какие-то изменения в нервной системе, но уже и морфологические. Потому что нервные клетки, во-первых, восстанавливаются. Восстанавливаются все-таки. Ну, как оказалось, что они восстанавливаются. Мало того, что они способны к регенерации. И более того, нервная система пластична, она меняется. Под воздействием вот такого долгого, длительного стимулятора, как боль, она меняется. Формируются очаги, уже вторичные боли. Вот. И могут в спинном мозге, в головном мозге возникнуть уже именно очаги боли вторичные. Истощается противоболевая система, которая у нас существует в организме. И именно поэтому проблема хронической боли, она довольно-таки сложно поддается лечению. Бывает недостаточно вылечить первичный очаг, который вызвал вот это, да, вот изначально там, вот что породило вот эту боль. Вот. Приходится лечить и голову, и воздействовать на региональные центры боли, и периферические, да. То есть вот таким. Плюс пациента нужно адаптировать, как жить в этот момент, когда мы проводим лечение. То есть это довольно-таки сложный процесс, который именно индивидуально подбирается под каждую конкретную проблему у пациента. У нас есть вопрос от телезрителя. Предлагаю выслушать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У моего брата остеохондроз. И вот при этом он активно занимается спортом. Он поднимает тяжелые гири в спортзале. Вообще можно ли это делать? Заботливый брат нам позвонил. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, вообще любая физическая нагрузка, она всегда полезна. Ну, и чтобы она не была чрезмерной. Вот. А, во-первых, речь идет о том, сколько лет брат, и все. Мы это, конечно, сейчас выяснять не будем. Но скажу так, что если он занимается спортом, и, скорее всего, это происходит в условиях фитнеса какого-то центра, там есть инструкторы специально обученные, которые могут дать ему рекомендации по поводу веса и каких упражнений можно делать. А в случае, если это касаемо нас, то вы можете обратиться к нам в клинику. Это поможет вам в том плане, что у нас есть уникальное отделение реабилитации восстановительного лечения, которое там есть с аппаратами, специальными технологиями современными тоже в том числе. И там можно получить консультацию и рекомендации, исчерпывающие по поводу остеохондроза и физических нагрузок при нем. Спасибо за вопрос. То есть также в стационаре можно получить все необходимое лечение, диагностику и консультации специалистов. Да, совершенно верно. Вот вы оба говорите о мультидисциплинарном подходе, что у вас вот такая бригада, все друг за другом. Расскажите, какие еще специалисты работают и как вы взаимодействуете на подхвате друг у друга? Ну, вы поймите, что клиника боли, первичный прием ведет именно специалист противоболевой терапии, алголог. Да, алголог. Алголог, да. То есть прежде всего я в данной ситуации. И в данной ситуации этот специалист, он выступает как врач-координатор. Если у пациента недостаточно информации для постановки диагноза, или ему недостаточно какие-то интервенции, которыми владеем мы, либо их невозможно решить теми методами, которыми мы владеем, да, решить его проблему, то обязательно уже пациент направляется к другому специалисту, который подключается в этот момент и помогает решить. Более того, если мы говорим с вами о хроническом болевом синдроме, то большинство пациентов, они же имеют еще проблемы эмоционального характера, да. Часто боль сопровождается депрессией. И обязательно, конечно, недостаточно бывает купировать болевой синдром. Важно еще обеспечить психотерапевтическую поддержку пациенту, да. То есть, это тоже очень важный момент. Именно в этом и заключается мультидисциплинарность. Мы не тащим одеяло каждый на себя, да, в этом плане. То есть, если есть проблема, если есть специалист, который может лучше решить эту проблему, менее травматично, да, более продуктивно, то обязательно этот пациент пойдет к тому врачу. Можно ли у вас получить так называемую скорую помощь при критических ситуациях? То есть, вы как-то снимаете эту боль моментально или все-таки это поступательные процедуры? Ну, это вопрос, может быть, наверное, ко мне, потому что острые ситуации, которые случаются, это, как правило, опять же, это в основном, это проблема позвоночника. Это острый болевой синдром, так называемый, как правило, либо люмбология, то есть боль просто в пояснице, люмбо-ишиология, когда боль отдает в ногу, да, то есть это как бы является симптомом, признаком на наличие грыжи межпозвонкового диска, который сдавливает внутриспинномозгового канала нерв. И даже в такой ситуации, в принципе, ургентно мы можем выступить, провести ряд инъекций там, под рентген-навигации, который в начале сможет снять болевой синдром, который потом позволит пациенту обследоваться еще, если это необходимо, а потом уже будет взвешенное решение приниматься, будет лечиться методиками малоинвазивными или все же ему будет предстоять хирургия. То есть есть иногда ситуации, когда хирургия необходима и целесообразно, потому что смысла уже малоинвазивных просто не будет. И мы об этом знаем по опыту и, соответственно, решаем. Все это предлагается, объясняется пациенту подробно, абсолютно, и он принимается такое, скажем, взвешенное решение. Вообще есть в медицине, в частности, и в хирургии, и в анестезиологии, везде есть такой термин и понятие – это как терапевтическое согласие. То есть это когда доктор движен всеми, скажем, гуманистическими идеями, помочь пациенту стремиться избавить его от страдания, а в ту же очередь пациент хочет выздороветь и при этом полностью доверять своему врачу. И только в таком тандеме рождается понятие как здоровье или выздоровление. У нас сегодня аншлаг по звонкам. Есть еще вопрос от зрителей. Давайте выслушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Подскажите, а вот медицина боли действительно поможет при хронических болях? А конкретно от мигрени поможет избавиться? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что это вопрос ко мне. Да, безусловно, при хронических болях медицина боли, интервенционная в том числе медицина боли, достаточно эффективный метод, инструмент. Если мы говорим с вами о мигрениях, прежде всего здесь же при мигрении существует два основных направления. Это профилактика приступов головной боли при мигрении и снятие острых болевых приступов. Если боль хроническая, именно говорим о хроническом мигрении, это значит более 15 суток в месяц испытывает пациент боль, тогда уже может помочь интервенционная медицина боли. Мы изучаем провоцирующие факторы в данной ситуации, что провоцирует приступы, пытаемся их устранить, поменяем качество жизни пациента таким вот образом. Возможно инъекции ботулотоксина, то есть ботулотест так называемый, который позволяет расслабить мышцы скальпа и снизить количество приступов. Но и опять же нужно понимать, что нельзя полностью избавиться от мигрени. Это та данность, которая дана человеку от рождения. Да, то есть вот таким вот образом. Но можно ее контролировать. Облегчить муки. Ее можно контролировать, да, эту болезнь можно контролировать. То есть снизить количество приступов. Ведь неизвестно, что головная боль, ведь практически каждый человек испытывает в своей жизни головные боли в разные периоды своей жизни. И очень важно научить человека, пациента, да, научить справляться с этой проблемой, относиться к ней более позитивно. Ну и конечно по возможности убрать этот болевой синдром. Касаемо головной боли, вообще в классификации головной боли одну часть занимает не только мигрень, да, то есть это хроническое заболевание неврологическое, которое характеризуется приступами. Про причины все это было сказано. А вот есть еще и головная боль напряжения, есть обузусная головная боль, кластерные головные боли и так далее. Это во всем мы разбираемся, знаем и сможем помочь. И не только при мигрении. То есть вы диагностируете вот все вот эти состояния, Наших знаний достаточно, чтобы провести диагностику и определиться с тактикой. Ну и зачастую ведь знаете, как бывает, что диагноз мигрени, есть такой термин в медицине, как мусорное ведро используется, да, когда головную боль у пациента, приступы головной боли похожие на мигрень, ставят диагноз мигрень и человек с этим диагнозом по жизни идет. Возможно, что у пациента, например, бывают неврологии затылочного нерва, бывает у него проблема с фасеточными суставами, верхних шейных там, да, то есть это тоже возможно. И это, возможно, провоцирует эти головные боли у него. И здесь вот действительно помогает интервенционная медицина боли с помощью специфических методов и диагностики, и лечения своих. Поэтому в каждом индивидуальном случае это надо разбираться, да, что конкретно вот происходит с пациентом. Поэтому приглашаем мы обязательно, конечно, приглашаем, если вы не можете найти выход из этой ситуации, да, найти подходящее лечение для себя, вот вы не справляетесь, приходите на консультацию, мы посмотрим и постараемся найти обязательно для вас подходящий метод терапии. Ну вот девушка задавала конкретно вопрос про мигрени. Вы можете перечислить еще раз, с какими симптомами, с какими болями в каких областях могут приходить пациенты, чтобы все-таки отложилось это у них в голове? Клиника боли занимается практически всеми возможными болями, которые существуют. То есть это головная боль, это боль в шее, это боль в плечах, боль в руке, боль в спине, да, от грудного до поясничного отдела, боль в крупных суставах. Это распространенные так называемые боли, когда болит весь организм, например, фибромиалгия, да, то есть вот все болит, вот и ничего не помогает тоже. И в том числе как бы боль при онкологических заболеваниях, да, то есть мы знаем, что это иногда определяет качество жизни у пациента с опухолью. Сейчас мы знаем, что с опухолью можно жить достаточно долгое время, там, да, десятки лет бывает. Но боль настолько осложняет жизнь этого пациента, наращивается доза опиатов у него, да, и он теряет социальную адаптацию, да, то он, в общем-то, выпадает из этой жизни. Вот, поэтому тоже очень важно. Поэтому все спектры болевые мы лечим. Если возникает проблема, и эта проблема существует у пациента больше месяца, обязательно приходите, записывайтесь на прием к врачу-алгологу, и мы с вами обсудим, что же с вами происходит и чем вам можно помочь. А если брать такой топ-3, да, то какие самые востребованные процедуры у нас вот в городе Владимире в медэксперте? А обоим врачам адресуем? Ну, я думаю, что прежде всего это, с одной стороны, как бы являющийся простой манипуляцией, но так называемой известной в народе слову блокада, то есть мне сделали блокаду. Вы знаете, слово блокада, это когда где-то в процедурном кабинете какой-то поликлиники обычной мышечной иглой вводится какой-то анестетик. Ну, это можно назвать блокадой, но то, что делаем мы, это именно блокады под УЗИ-навигацией или под рентген-навигацией специальными иглами с качественными, очень хорошими медикаментами, которые сопровождают процедуру. Вот это, наверное, одна из главных, да, и наиболее частных процедур. А вторая – это радиочастотная денервация. Это когда с помощью тоже инъекции установки игл в определенные точки, которые являются либо проводниками боли, да, нервы там, либо источниками болевого синдрома, подается ток ультравысокой частоты, который разрушает нервные окончания. Это я всегда объяснял, у меня такой притчево-языцкий есть, это как, чтобы было понятно, как вроде как депульпированный зуб. То есть зуб на месте, но он не болит. То есть приблизительно то же самое происходит, наверное, скажем, простым языком в зоне, там, где произошло воздействие радиочастотой. Я подведу итог, да. Вот мы сейчас говорим именно об интервенциях, да, то есть малоинвазивной терапии боли. Существует всего лишь несколько основных направлений. Это таргетная фармакотерапия, то, что мы говорим про блокады, да, когда непосредственно к генератору боли подводится игла вот под навигационными вот этими системами, которые мы используем. И лечится не весь организм, а непосредственно то, что рождает боль у нас без какого-либо системного воздействия препаратов. Это очень важно, потому что ведь многие понимают, что любой препарат медикаментозный имеет побочные эффекты и так далее. Кроме таргетной фармакотерапии используются, соответственно, методы нейромодуляции. Это методики, например, импульсно-радиочастотной абляции, это нейростимуляции, когда ничего не разрушается в организме, а меняется физиология проводников боли. То же самое происходит, собственно говоря, под навигационными системами, достигаем вот этих участков проводников боли и их блокируем, достигает длительной блокады на год, на два и так далее. Это позволяет организму уже восстановиться. И есть методы разрушения вот этих проводников боли, это методы абляции, так называемые. Они могут быть радиочастотные, когда мы используем аппарат, вот наш современный аппарат Cosmon G4 позволяет проводить про все возможные методы абляции, которые существуют сейчас, и методы химического невролиза, когда нерв разрушается химическими агентами, собственно говоря. Вот это основные методики, собственно говоря, которые применяются повсеместно во всем мире для того, чтобы контролировать боль. И именно это и есть основа специальности интервенционной медицины боли. К сожалению, наше эфирное время так быстро подошло к концу, и я думаю, что если хотя бы десяток человек задумается о том, что боль не нужно терпеть, а нужно обращаться к специалистам, это будет хороший результат нашей сегодняшней встречи. Спасибо еще раз. Я напомню, что в нашей студии сегодня были кандидаты медицинских наук, Дмитрий Неронов, врач-анестезиолог, реаниматолог, специалист по интервенционной медицине боли, а также Станислав Прошутинский, спинальный хирург. Нашим зрителям я напоминаю, что запись этой программы и другие актуальные новости вы найдете на нашем сайте trc33.ru. Я же с вами прощаюсь. Здоровья вам! Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова